Субтитры создавал DimaTorzok Географические координаты этой зоны от 81 до 71 градуса северной широты. Этот регион находится в арктическом климатическом поясе, который является основным, а это значит, что весь год господствует холодная и сухая арктическая воздушная масса. 9 месяцев в году лежит снег. Бывают сильные метели, морозы, туманы. Средняя температура января – минус 20 градусов Цельсия. Средняя температура августа самого теплого месяца – не более плюс 4 градусов Цельсия. Короткое лето длится не более двух месяцев в году. Температура воды в океане – минус 17 градусов Цельсия. Арктические острова на 30% заняты покровным ледником. Снеговая линия находится на отметке 0 метров высоты. Языки ледников опускаются в океан, что приводит к образованию айсбергов. Толщина ледников составляет от 100 до 200 метров. На новой земле – 300 метров. Повсеместно развита многолетняя мерзлота. Растительность скудная, имеет очаговое распространение. Преобладают мхи, лишайники, низкорослые арктические злаки. Камнеломки, лютики, полярный мак. Почвы неразвиты. Жизнь большинства живых организмов связана с морем. Здесь обитают белые медведи, моржи, тюлени, полярный кит белуха. В летний период прилетают перелетные птицы. Чистики, кайры, малые гагарки и другие гнездятся на скалистых берегах, образуя птичьи базары. Основой пищевой цепи является рыба. В двух тысячах километров на север от Командоров, в Чукотском море, лежат два острова – Врангеля и Геральт. Здесь расположен самый северный из заповедников Дальнего Востока. Климат его суровый, и даже летом вокруг островов много плавающих льдов. Некоторые исследователи считают остров Врангеля одним из центров распространения арктической флоры. Фауна островов, в первую очередь птицы, интересна большим числом видов, залетающих сюда из Америки. На острове Врангеля располагается единственная в Евразии крупная колония белого гуся. Колонии морских птиц, крупнейшие в Чукотском море, насчитывают до 300 тысяч особей. Обычно на островах обыкновенная Гага и Гага-Гребенушка. В 1975 году сюда привезли овцебыков – последних представителей мамонтовой фауны на планете. Сейчас их численность достигла примерно 700 особей. Овцебы, крайне неприхотлив в выборе пищи, легко переносят сильные морозы и ураганные ветры. На островах Врангеля и Геральт, наверное, самая плотная в мире концентрация родовых берлог белого медведя. Ежегодно здесь выводят потомство от 300 до 600 медведиц. Из ластоногих – самый многочисленный обитатель морж – одно из крупнейших животных Арктики. Длина его тела достигает 5 метров, а вес – полутора тонн. Бивнями, вырастающими до 80 сантиметров в длину, морж бороздит морское дно в поисках своего основного корма – моллюсков. Летом и осенью вокруг островов собираются киты. Наиболее многочисленные серые киты и в меньшей степени белухи. Заповедник Оста-Франгеля – первый и пока единственный в России пример сохранения крупной, замкнутой островной экосистемы. В арктических пустынях из-за суровых условий отсутствует постоянное население. Хозяйственное использование территории в Арктике сопряжено с большими трудностями. На шельфах Баренцева и Карского морей добывают нефть. Исследователи прошлого оставили здесь свой след. Иван Попанин – 20 век. Отто Шмидт – 20 век. Также на северной земле находится ядерный полигон, где впервые был произведен взрыв водородной бомбы. В арктических водах проходит северный морской путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова